Всем привет! Сегодня история от подписчицы. Сейчас зачитаю ее письмо, дадим с вами совет и рекомендации, о чем она и просит. Галина, здравствуйте! Не так давно подписалась на ваш канал. Интересно всегда послушать ваше мнение на взаимоотношениях русских и турок. И не только русских. Хотелось бы услышать ваш совет на мою историю, если можно. Вообще, многое мне и самой уже понятно, но мало ли, может, я надумываю себе что-то, чего нет. Вот поэтому нужен ваш разбор. В ноябре со мной познакомился один турок в инстаграме. История банальная. Я вернулась отдыха в Турции, ездила с ребенком, выставила пару фотографий с отметкой отеля и понеслось. Столько турок стала писать. Одного я даже заблокировала, такой был навязчивый. Среди всех мужчин выделялся один. У него был закрытый профиль. Много лайков ставил моим фотографиям. Точнее, как? У меня страница в инстаграме лично рабочая и почти я свои фотографии не выставляю. Там только фотографии моих клиентов. А если я свое что-то выставляю, то у меня все очень прилично и закрыто. Ну так вот, чтобы посмотреть его страницу, мне пришлось добавить его в друзья. Он написал, как только я ответила и тут же позвонил. И в этот же раз сразу с папой познакомил меня. Я, конечно, обалдела. Достаточно сносно говорит на русском языке. Мы с ним ровесники. У нас день рождения в одном месяце, только в разные дни. Он сразу стал показывать, что у него есть какой-то там достаток. Начали общаться. Я стала учить турецкий понемногу. Когда я ознакомилась с его страницей, я поняла, что это человек большого достатка. Я понимаю, что мужчины, которые имеют много денег, они привыкли, чтобы женщины к ним проявляли инициативу. Я первое время так и делала. А потом говорю ему, слушай, я больше так не могу. Я чувствую, что сама скоро мужиком стану. Если я тебе нравлюсь, проявляй инициативу сам. Он согласился. Да, кстати, я почти сразу очертила, когда мне можно звонить, когда не нужно. Потому что звонки в 12 ночи, знаете, как бы не очень были. После первой моей попытки обозначить друг другу дозволенности, он пропал. Смайлики. Звонил редко, писал периодически. Все его рассказы о своей жизни я сразу делю на четыре. Кроме одного, он сказал, что в четыре года, как в разводе, боится снова ошибиться и боится разочарований. Я тогда выдала ему, что а чё, что тогда постучался в мою дверь, если не готов к серьезным отношениям. Шёл по себе мимо и общался с силиконовыми дамами, которых у тебя в профиле полно. Ко мне-то зачем стучать? А он сказал, что решил дать нам обоим шанс. Как великодушно с его стороны. В таком режиме мы общаемся с ноября месяца. Он вроде как хотел приехать, чтобы меня увидеть. И хотел, чтобы я приехала летом к нему. У него остановилась в другой комнате. Я сказала, что не будем загадывать и обсудим эти моменты попозже. По мне лучше гостиница. Знаете, здесь сразу, давайте буду останавливаться. У него, что мне сейчас режет ухо? Первое, что он кичится каким-то своим достатком, но не в прямом смысле, а дал вам понять. Но понять-то дал, значит, об этом как-то говорил и показывал. Для меня это, знаете, ощущение есть не в плохом смысле слова. Такие мужики-турки есть, назовём так, петухи, да, которые любят позёрство, показывать. Это те, которые фотаются с чужими тачками. Ой, я вам прикол даже на эту тему сейчас быстренько расскажу. Я утром в субботу и воскресенье, когда выходные, у нас там семейные завтраки, дома именно, да, мужу с ребёнком. Я иду за выпечкой, иду гулять с собакой утром. То есть в домашних штанах, там, не знаю, с гулькой на голове, естественно, без макияжа какого. Ну, понимаете, чисто вышла из дома с собакой погулять. У меня просто возле дома прям есть там всякие кафе-рестораны булочные. Я покупаю там семитые булочки для завтрака, потому что это рядышком за углом, и с собакой пошла заодно, как бы, да. Они у меня всякие булки, такое всё любят. Я выхожу из кафешки, где покупала на завтрак выпечку. Стоит очень начищенный, крутой Гелендваген. Прям, ну, все мальчики, наверное, такой, да, хотят. И рядом с ним стоит турок, крутой кожанки. Это так осенью было. Классно одет, волосы. Он просто идеальная картинка там, вот прям вообще. И рядом там есть чувак, который оказывает услуги, сервисы, назовём так, который просто парковщик. И этот парень, мы ему, ну, короче, можно отдать денег, он может машину отогнать, короче, какие-то мелкие поручения делать. У меня муж с ним контактит, он очень часто ему помогает, машину на сервис отогнать. Или, там, например, отдать денег, чтобы он в чистку, в химчистку, так сказать, в автомойку отдал. Ну, понимаете, да? В общем, короче, без проблем вся эта история. В общем, мы на короткой ноге с этим чуваком. Я вижу, что он его стоит, фотографирует возле машины такой, на его телефон этого чувака красивого позёра. Вот позёр, вот оно слово, не петух, а позёр. Я такая думаю, блин, чувак, что не мог найти кого-то, кто бы его ещё сфотографировал, что он настолько одинок, что просто парковщика на улице просит сфотать себя. Берёт такой у него ещё крафтовый кофе, типа, ну, не Starbucks какой-то другой кофейный, ну, супер-мега-стиляга. Он его сфотал, тот подходит, забирает телефон и уходит. То есть это не его тачка была совсем, он сфотался чужой машиной. И, ну, это так по-деловому было из такой физиономии, чтобы в Инстаграме все девочки знали, что это, ну, его, допустим. Ну, вы поняли. И вот когда про это сейчас читала, у меня вот эти ассоциации, именно эта история тут же выползла, вылезла из моего сознания. Очень на это похоже. Есть категория в Инстаграме на публику здесь именно восточных мужчин, которые стараются казаться, а не быть больше, чем они есть, больше, чем они могут себе позволить. Это вообще здесь обычная тема, позёрство. Они все стараются всегда быть лучше, чем они есть на самом деле. Обратите на это внимание, это, скорее всего, не прямо уж всё, но однозначно преувеличивает. Когда вот, почему я на эти мысли прихожу, вот вы начали, дальше я читаю о том, что мог ко мне приехать, но не приехал. Может быть, летом к нему. Ну, так, блин, если у него есть деньги, у него есть возможность к вам приехать, был бы интерес, называется, если у него есть деньги и интерес, взял бы и приехал к вам. В чём проблема? Значит, интереса нет, либо денег у него на это нет. Всё очень просто. Мы всегда, девочки, смотрим на поступки, а не на слова и позёрства. Короче говоря, решили мы с ним обсудить нашу поездку летом позже и говорит мне, пришли мне духи, которые тебе нравятся, я их тебе привезу. Затем недавно у меня случилась неприятная история в жизни. Я осталась без средств к существованию и раньше была поддержка бывшего мужа. Я могла даже не работать. А тут и финансов лишилась, и работу не могу найти. И первую неделю я просто рыдала. И когда он позвонил и снова спросил, как мои дела, я не выдержала и говорю, как есть хреново. Он спросил, что случилось, может ли он мне как-то помочь. И я сказала, что не знаю, может или нет. Он попросил рассказать, что я вкратце и сделала. Он попросил сказать, какая его помощь мне нужна. То есть такой вопрос с подковыркой. А я сказала, что не готова это обсуждать и заплакала. Но ненарочно так получилось. Просто нервы сдали в этот момент. Он сказал, что дает мне время подумать, собраться с мыслями и написать или позвонить ему, обсудить, как он может мне помочь. Ну, логично. Потом у него заболел папа. Я его поддерживала и о помощи не заикалась. Сейчас я учусь на курсе по выходу на Marketplace. Оплатила его сама. Ищу нишу для запуска. Мне нужен стартовый капитал 150 тысяч рублей. Какая-то сумма на жизнь. И это еще плюс 100. И вот я думаю, сказать ему об этом или нет. Выпросительный знак из Майлики. То есть это к нам с вами вопрос, да? К аудитории. Я ему сказала, что мне известно, что турки помогают только своим невестам. А я не в статусе. И он сказал, что не всегда так. Это вы тем самым сейчас пытались манипулировать. Что вам сказали, определи мой статус. Кто я тебе такая, раз ты мне собрался помогать. Я долго размышляла над этим финансовым моментом. И почти решилась. Я даже придумала, как это сказать. Скажу, что мне нужен стартовый капитал. А он, как человек бизнеса, понимает, как это важно. И надеюсь, он мне не откажет. И тут мои страхи. Первое. Стоит ли вообще говорить об этом? Ситуация предоставилась. Вроде бы надо человек проверить, насколько он готов. Мои знакомые мужчины сказали, что сказать надо. Тем более, если у него есть такая возможность. А если он откажет, послать на три буквы и забыть. Мальчики правильно вам советуют. А вообще, я бы, наверное, и спрашивать не стала. Почему? Потому что, ну, можно спросить. Но я бы готова была к отказу или к какому-то увиливанию. Потому что, скорее всего, у него нет ни желания, ни возможности. Сказано было это для вида. Были бы деньги. Он бы уже давно к вам приехал знакомиться. А не с ноября месяца. Третий месяц. Мозги бы не пудрил. Плюс, если что-то он знает, там русский язык вы сказали сносно. Для меня это тоже загадка. Зачем? Типа по работе. Ну, такое себе. Короче говоря, задавая, если вы решитесь на это, задавая вопрос, будьте готовы к большей степени того, что он вам, скорее всего, откажет или сольется как-то с этого. Вы можете в нем разочароваться. Потому что у вас статус не определен вообще. Ему никто никак и не видно особых желаний у него общаться. Нет каких-то конкретных, я имею в виду, действий. Поэтому и с вот этой помощью. Второй пунктик. А что, если он пообещает и сольется? Это же не норма обещать и не делать в Турции. Почему вы так думаете? Норма. Пообещать и слиться? Норма. У несерьезных мужиков. У серьезных это не норма. Так что, а вы не знаете, какой он серьезный или нет. Он обталкивает. У вас есть личные сомнения о том, что он несерьезный совсем ни разу. Поэтому вы сомневаетесь. Не зря, видимо, сомневаетесь. Что его действия, как видите, пока что показывают, что он сам не знает, что он хочет. Точнее, вообще у меня вопрос огромный. Является ли правдой все, что вы о нем в Инстаграме видите, а не придуманное на самом деле. И они про то, что, да, у него может быть там, он видел, вам звонит, клевая тачка. Но она может быть взята в аренду. Понимаете? То есть это может быть вообще все огромная его вообще жизнь, его логика жизни. Это не быть, а казаться. Вот с чем вы можете столкнуться. Сам в это с удовольствием верит. 31 декабря мы поздравили друг друга с Новым годом. Он написал мне пожелание. Я не стала отвечать. И молчу уже три дня. Он тоже не пишет. Хотя заходит в WhatsApp. Если нет, то зачем нам вообще мучить друг друга? Я не хочу постоянно искать повода для общения. Мол, обрати на меня внимание. Отличные выводы. Вам это приходится делать, что на вас внимания не обращают. Вами не заинтересованы. Вот он ответ. А спросить, скажем так, о деньгах. Хотя с какой, при Бога, незнакомый человек из интернета вам 250 тысяч рублей должен дарить. Я вот это вообще не понимаю. Он ничего не должен никому. И он просто так с вами даже не виделся. Алло, он вам деньги прислал? И реальность, и полет и фантазия. Если вы зачитаете, для него это не деньги. Я вас умоляю. Богатые люди состоятельные. Каждую копейку считают. Они вообще очень жадные. Вы у них попробуйте, что-то заберите. И действительно обеспеченный человек. Копейка, рубль бережет. Он никогда 250к просто так неизвестной барышне не отправит. Потому что у него таких запросов дофига может быть. И от турчанок в том числе. Они сами рады где-нибудь бы денежек получить. В общем, мне непонятно ничего. И дальше вот дописка еще к письму огромная. Сейчас я ее зачитаю. Я пока ему не писала. У одного психолога мужчина, кажется, я услышала такую фразу. Правило трех дней. Мол, если человек не проявляет свое внимание в течение этого времени, например, пропал куда-то, значит, он больше не испытывает интереса к другому человеку. О нем, возможно, забыл. Совершенно верно. Возможно, турок ждет, когда я ему напишу. Возможно, думает, почему я не ответила на его поздравления. Но я раньше его, его ему отправила пожелание. Вы знаете, меня напрягает одна мысль. Он все время говорит, что не хотел бы, чтобы его новая жена работала. Мол, зачем денег хватит на тебя тоже. Он мне это сказал, что и на себя, и на слетец, и на школу. В общем, Т9 нам привет. И на море, и на все такое. А потом, когда у меня произошла проблема, сказал, что я сильная женщина. Я спросила, ты хочешь рядом со мной с собой иметь сильную женщину? Он задумался и сказал, я себя очень адекватно оцениваю по внешности и понимаю, что есть молодые, красивые, и надеюсь, что общаются со мной. Не просто для того, чтобы время свое занять. Я никогда не использую никаких фильтров, когда он звонит. Мне сначала хотела, а потом подумала, зачем. Пусть будет как есть. У нас обоих детей, у наших детей обоих одного возраста. Оба они были против нашего общения. Потом немножко свыглись и уже не так категоричны. Я вижу, какой турок хороший человек по отношению к своей семье. Какое у него сердце, и мне это нравится в нем. Но мне бы хотелось, чтобы его сердце было для меня место тоже. Он мне нравится. Вот видите, место, вы чувствуете, что он вами не заинтересован. Места в его сердце нет и так далее. Вот в чем главная проблема. Еще я забыла написать. Галина, почему мужчины не задают вопросов? Он только два раза задал вопрос в самом начале общения. Чем я занимаюсь, где я живу, и все. Потом просто как дела. А я ему целые списки составляю, потому что мне все интересно. И он ни разу ничего подобного не делал. У меня складывается впечатление, что я ему неинтересна как женщина и как личность. Вы отвечаете сами на свои вопросы. Но с другой стороны, если неинтересно, зачем общаться, поднимать свою честь, свою оценку списком женщин, которым он считает, у которых он популярен. Это позерство. Это чувак-позер. Ему женщины нужны не для качества и для отношений, а для списка. Себе галочку ставить, какой он молодец, какой он красавчик. Возможно, он через какие-то ситуации, которые сейчас происходят, смотрит на мое поведение, оценивает, правильно я его понимание или нет. Господи, вам это надо соответствовать его представлениям каким-то о вас? Забейте вообще. Я еще постоянно ему делаю комплименты. Браво. Зачем? Блин, он вам должен делать. Хватит под него стелиться. Вот я вам так скажу, автор письма. Вы вещей себе где нашли? Вы принцесса, как моя дочка говорит. Я королева. Говорите вот, я королева. Не должна я его хвалить. Не должна комплименты ему делать. Он не должен это делать. Или хотя бы взаимно это должно быть. Он просто должен в том плане, что у вас еще период вот этот конфетный, когда должен вас обаять. Вы увидели, что такой классный на вас свалился, и теперь максимально стараетесь оправдать его безразличие к себе. Он не классный. Я вам больше скажу. Влюбляйтесь вы в картинку, а не в настоящего человека. Его настоящее действие, то, что вам в нем не нравится. Места в сердце его для меня нет. Денег там, не знаю, не предложил помощь конкретную по факту. Знает, что у вас проблема. Больше с тем это не поднимал, избегал ее и так далее, и так далее. Обращайте на это внимание. Вот он такой настоящий и есть. Нет этому оправданий. Я сначала думала, что он, возможно, молчит из-за переживания об отце. Тот болен. И турок с ним ездит по больницам, периодически не спит из-за стресса. Отец смертельно болен, как я поняла. Я жду, когда у него трясется все немного. А еще меня беспокоить начала одна дама за новогодним столом, которая сидела на другом конце стола, спрашивать, кто это или нет. Вроде хочется и надо. А с другой стороны, кто я ему, чтобы задавать эти вопросы. Вот вы не можете определиться, кто вы ему. Как турченки себя ведут, когда им очень любопытны другие женщины. Это как из вашего недавнего ролика, который я посмотрела вчера. Скажешь, что невестка или кузина, а потом женится на ней, не дай бог. В общем, я решила подождать до 6 января. Если не объявится, значит, не судьба с уважением. Автор письма. Ой, господи. Вы сами говорите, я уже пишу письмо и понимаю очень многое про себя. Вы умничка в этом плане, понимаете. Что мне хочется дополнить к вашему письму? Вы сами все поняли, да? Надеюсь. Смотрите, по фактам у вас нет четкого понимания. Вот в этих отношениях вы это понимание потеряли. Как вы хотите, какого к себе отношения, каких-то действий, поведения мужчины к себе. Эти критерия, скорее всего, были раньше. И вы, увидев, какой классный, замечательно обеспеченный мужик вам на голову сам свалился, решили как бы не упускать эту возможность. Я, как я вижу, я вижу, что это позер, скорее всего. За этим ничего на самом деле не стоит. Жизнь на показуху. Здесь очень это любят. Как и везде. Но здесь прям категория такая людей. То есть это вообще говорит о его несостоятельности моральной, невзрослости, инфантильности, скорее всего. Он застрял в районе 20-25 своих лет. А еще надо посмотреть, почему там с женой что-то развелся. Что за предательство? Если он такой классный, замечательный, богатый, таким не изменяют и не предают. За таких держатся, как вы сами это говорите. А там что-то какое-то предательство, какие-то проблемы. В общем, это повод задуматься, что там было еще в прошлом у него. Вопросы вам не задают, потому что ему неинтересно. У него есть копилочка. Мне вообще интересно, откуда знает русский язык. У него есть копилочка. Вот ему нравится, понимаете? Ему хочется показаться больше, чем он есть. Ему кайфово открывать свой френд-лист. Ему кайфово открывать свой директ в Инстаграме. Он показывает, какой он завоеватель, какой он крутой. Сколько у него красивых, ухоженных девочек. Ему все его хотят, все им нужны. Он не про серьезное, скорее всего. Что еще? Он вам сразу позвонил. Вам это не настерегает. Для него это обычное дело. Привет, как дела? В Инстаграме, в личке тебе, в директе. И тут же тебе звонят. Здрасте, приехали. Ты мне вообще кто такой? То есть он вам показывает максимально, я открытый, я такой классный. И пообщайся. На самом деле это все работа на его ЧСВ. И ему это общение, вы чувствуете по факту сигналы, что я ему не нужна. Он не заинтересован в серьезности. Ему просто для вида надо. Для френд-листа, назовем так. Для своего ЧСВ, для поднятия чувства. Своей уверенности, достоинства и так далее. Вот ему нужен этот процесс. То есть это не про серьезное что-то. А про деньги я вообще сразу скажу. Ну с чего вы взяли, что он какой-то незнакомый чувак, какие-то деньги отправит. Я вас умоляю. Это надо вступать в отношения, что-то подольше и по-другому. И вы другого склада должны были быть. Это да, есть. Богатые люди деньгами не раскидываются. Богатые сумасшедшие раскидываются. А богатые адекватные считают свои деньги. Поэтому они и богаты. Они 2 плюс 2. Они складывают. Они понимают, что деньги не из воздуха берутся. Поэтому вот так. Спасибо за ваше внимание. Кому интересно, пишите комментарии. Обязательно посоветуйте девушке, что вы думаете по ее поводу. Надеюсь, вы остались довольны моим ответом на ваше письмо. Спасибо, что посмотрели видео. Написали комментарии. Распространите. Поставьте лайк. Мне будет очень приятно. Это помогает продвижению канала. Спасибо за внимание. Всем пока.